Итак, дорогие мои, мы продолжаем наше увлекательное занятие. И мы сегодня строим корсетное изделие, корректирующее, возможно, вот такое вот белье, такой корсетик корректирующий, на очень-очень полненькую фигурку 65-го размера. Мы построили в прошлый раз с вами базовую конструкцию и нарисовали ограничения. Мы вычислили вот эту часть, что еще мы тут можем сделать? Ну, это уже скорее для проверки идет. И для моделирования от точки А0 вверх мы откладываем, вниз, вернее, мы откладываем сначала ВГ1 для того, чтобы верхнюю часть корсета построить, а сейчас ВГ2, она у нас 46 см. И строим нижнюю часть корсета. Видите, какие большие у нас будут чашечки, потому что очень все правда подобно. Вот на этом уровне мы будем откладывать наши мерочки. Итак, здесь была отложена мерочка ВГ1, а вот здесь была отложена мерочка ВГ2. Ну, это наша любимая точка С, само собой. Я думаю, вы все это помните. Итак, мы начинаем строить наши рельефчики, которые живут в базовой конструкции. Здесь отложим, ну, сантиметра, скажем, опять 3, крупная фигурка. Можно и 4 отложить. Давайте 4 возьмем. И проводим линию через точку С. Несущая сторона рельефа. Она у нас доходит, пока мы строим верхнюю линию абсолютно прямой, поэтому вот так делаем. Получили центральную часть нашего рельефчика. Затем справа от него мы строим нашу талиевую и нагрудную выточки. Талиевая выточка у нас 4 сантиметра, поэтому 2 сантиметра мы откладываем здесь, поднимаемся на какое-то расстояние, вот так, да? И не доходя от 3 сантиметров до линии груди, у нас появляется ее вершинка. Дальше. Куда приходит нижняя вершина этой выточки? Посмотрите, куда она приходит у нас, вот ее вершинка, она должна сохраниться, но она не дотягивает у нас до нашей несущей стороны рельефчика, поэтому мы этот рельефчик вот так продлим. И наша вершинка выточки должна будет попасть вот сюда. Как мы ее будем оформлять? Посмотрите как. Так же, как всегда, оформляем нижнюю часть выпукла, ниже талии у нас будет выпукла. И кладем свой рельеф нулей, свое лекало вот таким вот образом, чуть выше талии, вот так. А затем, помните, как мы рисовали верх, точно так же мы рисуем верх и здесь. И уже здесь у нас начинает играть роль главенство линий. То есть, да, мы смотрим на наши точки, на все эти расстояния, но для нас еще очень-очень важным является как раз безупречная красивая форма нашей линии. Такая половинка боковой выточки, вот эта часть, например, она лежит у нас вот здесь. Дальше строим нагрудную выточку. Смотрите, измеряем вот это расстояние. Уже весь увеличенный раствор нагрудной выточки, в нашем случае вот у меня 8,5 даже сантиметров, мы откладываем от рельефчика вот сюда. Да, кто-то заметил совершенно справедливо, что у нас не будут длины совпадать. Так оно и есть, они реально не совпадают. Но я за это не переживаю, потому что я всегда имею возможность, так сказать, осноровить эту верхнюю линию. Так, вот так у нас получилось. Ну и что бы я нарисовала для своего, если бы я так оставляла все, да, я бы нарисовала вот здесь такой овал. Но так как мы еще будем моделировать, я уже так прорисовывать все не буду. А для моделирования лучше оставлять прямые линии. А если бы не моделировала, я бы нарисовала вот такой вот овал. И у меня получилась бы такая красивая история. Мне не хочется сейчас цветными карандашиками рисовать своим линиям промежуточные. Потому что сегодня наша задача, вот давайте еще разочек, несущая сторона рельефчика с базовой конструкции нашего корсета, она выглядит вот так. А боковая часть рельефчика, она выглядит, вернее боковая часть, ну да, которая лепит контуры женской фигуры, она выглядит вот так. Но мы на этом не останавливаемся, мы идем дальше. Помните, начало второго рельефа, каким у нас было. Чтобы убрать наш животик, мы нижнюю часть двигаем вот сюда. Выбираем здесь. Столько же, сколько и было. Четыре и четыре вот я отложила. А верхнюю часть, как выбрать начало нашего рельефчика, вот она мерочка ШГ2. Она пересекает выбранную нами верхнюю часть корсета, вот в этой точке. И соответственно, вот эта точка, она будет для нас решающей, опорной точкой. И мы сделаем несущую линию нашего рельефчика, вот такой, соединяем нижнюю и соединяем верхнюю. И у нас получилась средняя часть нашего корсетика, вот она, смотрите, какая симпатичная. Дальше, справа опять строим 2 сантиметра, 2 сантиметра и 2 сантиметра. Мы строим выточку. Верхняя часть выточки не доходит до линии груди 3 сантиметра. То есть вот сюда она должна прийти, эта вершинка будет выточки, а нижняя часть выточки, опять нижняя часть выточки у нас не попала в пределы нашего корсетика. И поэтому я продлеваю свою линию рельефную до уровня вот этого, до уровня нижней вершинки, чтобы все растворы сохранились. И как это у нас будет выглядеть? Снова точно так же. По линии талии вот так кладу наше лекало, выпукло внизу. Получается, что я прихожу вот сюда. Здесь я тоненько вам внизу нарисую, да? А верхняя часть, она приходит у нас вот сюда. Сейчас мы ее тоже красиво изобразим. Вот так вот нарисуем. Но еще помните вот про другие полтора сантиметра, да? Я сейчас их могу нарисовать вот отсюда. Могу отсюда нарисовать, могу отсюда нарисовать. Чтобы не делать несущую сторону какой-то ломаной, значит я отложу эти полтора сантиметра от нее вправо. И у меня получится, давайте вот этой линией поработаем, да? И у меня получится вот такая вот еще маленькая остаточная выточка. Вот так вот. Чтобы под мышечкой у нас легко это все село. Вот собственно говоря и все для передней половинки. Дальше идет контрольное измерение. Ну и быстренько построим заднюю половинку. Посмотрим, что там у нас будет получаться. Примерно на три части делим вот эту линию, да? И наносим несущие стороны, выбираем вернее несущую сторону нашего рельефа. Скажем вот так. И вот так. Как вы уже догадываетесь, я продолжаю свой рельефчик дальше. Потому что мне все равно выточки, чтобы построить корректно свои выточки, мне нужно видеть, куда попадают их вершинки. А их вершинки не попадают в пределы нашего рельефчика, поэтому я немножечко их продлеваю дальше. Так. И так несущую сторону первого рельефчика мы построили. Вот она. Раз. И два. И вот серединка нашего корсетика выглядит вот теперь таким образом. Строим среднюю деталь. Для этого по линии талии влево откладываем 2 см. Потому что раствор выточки 4 см. Половинку откладываем сюда и половинку во второй рельефчик. А куда вершинка сносится, нижняя вершинка, посмотрите куда. Она вот сюда попадет. Она попадет вот в эту точку. И поэтому нижнюю часть рельефчика мы нарисуем. Так, раз ярко и тоненько рисуем вот так до конца. А верхняя часть куда попадет? Она вот сюда попадет. И поэтому мы нарисуем тоненько и вот так. Вот так нарисовалось. И я поярче сейчас оформлю то, что оказалось у нас в самом корсетике. Вот так несущей стороной и вот так. Дальше. Параллельно уже выбранной несущей стороне первого рельефчика, а именно вот этой линии, я провожу второй рельефчик. Провели его мы вот так. До талии. Так. И от талии мы немножечко раскрешаем его. Расширяем, чтобы подчеркнуть наличие этой самой талии. И проводим нашу линию, продолжая до нижнего уровня талиевой выточки, чтобы отразить ее корректно. И тоже откладываем 2 см влево. Нижняя точка нас интересует. Вот она. Ярко и тоненько. А верхняя точка, вот она. Сначала тоненько здесь рисуем и затем рисуем вот так вот ярко. Ну, вот, собственно говоря, и все. Сейчас можно было бы обвести это все цветными карандашами. Так. Центральная часть, боковая часть. Но мне не хочется загромождать свой чертеж, потому что я хочу дальше продолжать свое моделирование. И вот здесь обратите внимание, наложение ткани друг на друга. Наложение, выкройте, спинка идет вот до сих пор. И вот это боковой шов. Так. А полочка идет вот сюда, сюда. Вот до сих пор. И это идет вот такой боковой шов. Так. Что там у нас по времени? 12 минут. Ну, давайте я, пожалуй, еще разочек покажу вам поярче, что у нас получилось здесь. Вот боковая часть нашего рельефа. Нашего корсета, вернее. Полочки. Так. Здесь, еще раз напоминаю, идет выточка. Вот здесь идет наложение ткани. Выточка. Талиевая выточка. Вот сюда. И сюда уходит. Серединка. Средняя линия получилась у нас. Раз. Два. Ну, и вот так вот она идет. Сюда, 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 сюда. Я думаю, вы все хорошо это видите и понимаете. И сейчас я хочу нанести свои линии. Вот это классический корсетик. Вы можете сделать себе и такой. Когда вы поставите сюда ригеринчик, значит, у вас должно все получиться. Только, пожалуйста, проверьте сами себя. Измерьте вот это расстояние плюс, вот это расстояние плюс, вот это расстояние, все. И вы должны выйти на свои 60 сантиметров. Вот на эти 60 сантиметров, которые были у вас сняты во время подготовки. Так, СГ-1. Затем промерить нужно нижние части. Раз. Прибавить два. Прибавить три. Прибавить четыре. Прибавить пять. И прибавить шесть. И у вас должно получиться 53 сантиметра. Давайте, кстати говоря, и проверим, и посмотрим, получилось ли у нас эти 53 сантиметра. Если не получилось, конечно, вам надо чуточки поправить ваши рельефчики. Так, ну вот девять с половинкой. Вижу теперь 17, потом я вижу 29, потом я вижу 25 с половинкой, потом я вижу 43 с половиночкой и вижу 51 с половинкой. Ну вот, я вижу 51 с половинкой. Хочу 53, хочу 60, а вижу 51 с половинкой. Ну и что? Полтора сантиметра минус. Я, мне нравятся вот эти линии мои нарисованные. Может быть я ошиблась, у меня очень мелко. И такое тоже возможно. Поэтому я, пожалуй, ничего не буду менять. Я ставлю все вот таким вот образом, как есть. В конце концов, полтора сантиметра на таких размерах. Ровным счетом может ни о чем не говорить. И в готовом виде вам как раз все очень сильно понравится. Что там, 15 минут по времени осталось. Все, это первая версия, так сказать, нашего классического корсетика. И в следующий раз мы с вами смоделируем маечку. С чашечками вместе останется у нас только выполнить моделирование. Всего хорошего. Всегда Ваша Галина Коломейко.